Добрый день, друзья! Добрый день, уважаемые коллеги! Я надеюсь, что меня видно и слышно хорошо. Я прошу включить чат. Так, одну минутку. Вот так вот. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги! Я приветствую вас на нашем последнем вебинаре нашей вебинарной недели. Я напоминаю, что Директ Академия – это вебинар каждый день. Каждый рабочий день мы проводим наши вебинары. И сегодня наш вебинар проведет Юрий Николаевич Белоножкин, наш постоянный ведущий по теме электронного обучения. Но перед тем, как передать слово, как всегда, я хотел бы рассказать о тех важных ссылках, которые вы сейчас видите в нашем чате. Первая ссылка ведет на наше расписание, на основной сайт Директ Академии. Но на его главной странице располагается расписание, и в этом расписании вы можете зарегистрироваться на все вебинары, которые включены в наше годовое расписание, вплоть до июня месяца 2019 года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на Ютубе, и я хотел бы сказать, что записи всех наших вебинаров ведутся. И этот вебинар тоже попадет на этот видеоканал. Там уже размещены записи более 330 наших вебинаров. Подписывайтесь на наш канал, и будете всегда в курсе того, что происходит в Директ Академии и других видеособытий, связанных с компанией Директ Медиа. Третья ссылка ведет на страницу нашего сайта онлайн-курсы. Там предложения по трем нашим курсам, онлайн-курсам. Если кого-то интересует этот формат, милости просим, связывайтесь с нами. Мы вам расскажем подробнее об этих курсах, о том, как они могут проходить. И, наконец, четвертая ссылка ведет на страницу сертификатов. После каждого вебинара все участники вебинаров могут приобрести сертификат на вот этой вот странице. Я постараюсь, чтобы к концу нашего вебинара уже были сформированы сертификаты, и вы могли бы их приобрести прямо в конце нашего сегодняшнего мероприятия. Ну что ж, а я... Да, перед тем, как передать слово Юрию, я хотел бы прорекламировать три наших... Так, почему-то здесь у меня получилось два. Сейчас я посмотрю. Должно было вроде бы три появиться. А, три, да. Три ссылки на три наших следующих мероприятия. Просто слились ссылки друг с другом. На следующей нашей вебинарной неделе, как всегда, будет пять вебинаров. И первые три из них я представляю. Восьмого числа, в понедельник, будет мой вебинар. Последний вебинар из трека вебинаров компании Директ Медиа, продуктовых вебинаров компании Директ Медиа. Будет он называться «Библиотека Non-Fiction. Электронная библиотека с покнижным комплектованием». Второй вебинар пройдет 9 октября во вторник. Будет вести его наша минская коллега Елена Локтева. Будет он называться «Геймификация обучения без напряга». Я думаю, вебинар будет очень интересным. На совсем недавно закончившейся представительной конференции «Эд Кранч» Елена получила первый приз за технологические решения в онлайн-обучении. И вот, видимо, об этом тоже Елена будет говорить о своей системе, в которой можно осуществлять геймификацию обучения. Ну и, наконец, 10 числа, в среду, 10 октября, Константин Николаевич Костюк, генеральный директор компании Директ Медиа, проведет вебинар «Новые тренды. Профильные комплектования и комплектования по запросу. Как получить в ВБС то, что нужно и не заплатить лишнего». Вот такие вебинары будут у нас на следующей неделе. Это не все вебинары. Еще будут вебинары в четверг и в пятницу. Но о них, собственно, я расскажу позже, когда буду вести соответствующие вебинары и буду представлять новинки недели. Ну что ж, а сейчас я передаю слово Юрию Николаевичу Белоножкину для проведения сегодняшнего вебинара. Юрий, прошу на связь. Добрый день, Павел. Как меня слышишь? Думаю, слышишь хорошо, потому что мой индикатор работает и вроде бы все отлично. И как видно мой экран, Иван Александрович, привет. Приветствую всех, кого я знаю лично и кого еще не знаю. Ирина Владимировна Козлова из Ростова-на-Дону, РКТМ. Булавкин Иван Александрович, кто-то еще. Лобачев Сергей Львович, здравствуйте. Я пригласил вас персонально. Я доктор, профессор наук, город Москва, в качестве некого научного оппонента. Специально, видите, я очень люблю открытость. И другие коллеги, которых я уже успел увидеть до начала нашего мероприятия. И я сейчас, во-первых, спасибо за то, что вы ответили на наш опрос в начале. А сейчас я хочу начать с того, что вот проблема выбора оптимальной технологии, наш заявленный вебинар, я сейчас показываю на экране. Я всегда стараюсь с вами советоваться. Вот я 21 сентября еще при подготовке к нашему вебинару попросил найти какой-то материал, какие-то научные публикации. Я их не нашел. Оптимальная технология, эффективная технология. Я не нашел. Стали уточнить, а что такое технология. Ну, коллеги, технология имеет множество значений. Это не только на кнопочки нажимать. Это и педагогические технологии, это технологии каких-то процессов, последовательностей, совокупность. Мы берем общее расширенное понимание технологии, как некую последовательность, приводящую к нужному результату. Не нашел. И вот единственное, что мне понравилось, наша коллега Наталья Вениаминовна Буханова, кандидат медицинских наук, прекрасный знаток, эксперт в онлайн-обучении, живет в Канаде уже несколько лет. Она мне помогла по университету Атабаски, дала ссылочку на действительно научное исследование, где высчитывались, рассчитывались эффективности тех или иных подходов. Там хорошая статистика, надежная такая вот, надежные данные. Мне это понравилось. Я даже там перевод свой начал делать, это и статьи на английском языке. Давно это они делают. Но в итоге я понял, что действительно по выбору оптимальной технологии для нас с вами, для тех, которые не имеют бюджетов на исследования в математической форме, у кого ограничены ресурсы, тематика исследований, не по этому профилю, я понял, что мы идем впервые, пытаемся найти некий механизм. Но я бы не хотел показаться вам таким всезнайкой, и с одной стороны, и хотел бы опираться на ваше мнение. Во-вторых, я бы не хотел давать сразу саму ту методику, в кавычках, или ту последовательность, выбор оптимальной технологии, вот прямо сейчас, готовую. Потому что вы, мне кажется, должны пройти тот интеллектуальный процесс вместе со мной, в ходе которого вы, конечно, можете со мной спорить, можете со мной не соглашаться. И это нормально, потому что я бы хотел выбрать такой характер нашей сегодняшней встречи в формате живого общения, такую поисковую тему, вместе найти решение. И тогда это вам, мне кажется, лучше запомнится, нежели я вам скажу, сделай раз, два, три, и все будет тебе счастьем. Если вы согласны к такому формату, то я снова открою наш опросник. Как я выбираю технологию в обучении? Спасибо всем, кто проголосовал. Вот я ее сейчас снова запускаю, и вы видите статистики, и в том числе я могу озвучить свободные ответы. То есть мы все выбираем технологию. Кем бы мы ни работали, в должности руководителя образовательной организации, или методиста, библиотекаря, сотрудника частной компании, кто угодно, мы все всегда что-то выбираем, в том числе и технологии в онлайн обучении, и педагогические, и технологические решения. Мы все выбираем. Как мы выбираем? И вот большинство голосов, как вы видите, ориентируются на то, что сначала мы проводим тщательное тестирование каждой технологии, потом мы выбираем. Видите? Рекламе никто не верит. Хотя я заметил, что рекламщики, они умеют цеплять наше внимание, наш интерес, они так могут рассказывать, что мы верим им. Вот сегодня опять видел критику этих акселераторов в онлайн обучении, людей заманивают на, как зарабатывать 2 миллиона в месяц, люди идут, платят. А ведь за этим на самом деле стоит просто реклама, психология толпы. То есть, это действительно есть в нашей жизни. Научных исследований по вот этим технологиям, как мы уже убедились, у нас, у нас как бы нет таких серьезных. Вот почему вот МУДУ лучше гиперметода? Нет таких исследований, научных нет. Есть масса статей, можно так, можно всяк. Вот мне коллега, доктор, профессор наук, уважаемая Светлана Валерьевна Панюкова выслала работу на 400 с лишним страниц. Что я там вижу? Опять перечисления. И так можно, и так можно. А где критерии эффективности? Нет. Где критерии оптимальности? Вот именно для данного ВУЗа, для данного предмета, для данной задачи? Нет. Вот тут уже был свободный вариант ответа. Коллега Кузьмина Елена Владимировна пишет, вначале я ставлю учебную задачу, а затем думаю. Хороший подход, но иногда бывает так, что у нас задача формируется на основе новой технологии. Появились новые возможности онлайн взаимодействия, появились новые задачи. Такое тоже часто бывает, и таких примеров много. и так я хотел бы посмотреть еще раз на нашу аналитику. Аналитика не меняется. Мы все тщательно проводим. Да, мы думаем, что не обращаем внимания на рекламу, пишет Иван Александрович. Мы так думаем. На самом деле, они очень тонкие психологи, умеют цеплять наше внимание профессионально. Хорошо. Мы зафиксировали с вами тот момент, что мы думаем, что выбираем объективно и поступаем верно. Но давайте тогда ответим на такой вопрос. Как мы выбираем? На основе каких критериев? Вот я сейчас вам хочу показать один ролик, в котором есть три вопроса про эффективность. В этом ролике я сейчас его включу. Мы вместе его посмотрим. Так, где он там? Так, вот он. В котором я прошу вас выключить звук. Там будет музыка, она нам не нужна. Вот я сейчас, прежде чем включать, выключу у себя звук и вы выключите. И попрошу вас ответить на эти три вопроса. Вот я покажу для себя. вот я хочу вас просить. Знаем ли мы, что такое эффективная, оптимальная технология в онлайн обучении? Что это такое? Оказывается, мнения разные. И следующий вопрос я покажу на экране. Вот я на примере чат-бота, на самом деле, таких примеров и технологий может быть сколько угодно. Вот первый вопрос. Почему чат-бот, почему этот чат-бот делается за один час? Это же очень мало. Чат-бот это тот способ, та программа, которая имитирует речь человека. Как ее можно сделать за один час? Хороший вопрос, мне кажется. Второй вопрос. Что такое нулевое программирование? Все ли мы понимаем? Это классная штука, когда не надо, допустим, гуманитарию знать программирование, и он может создавать интересное педагогическое решение на стойке какой-то технологии. Согласны? И третий вопрос. Согласны ли вы, что чат-бот эффективен, неэффективен? Это надо понимать. Почему? Действительно ли эти вопросы есть и у вас? Согласны ли вы с ними? Что эти вопросы каждого из нас могут волновать? Не именно по чат-боту, о котором мы еще будем говорить. А именно по самой сущности, когда мы что-то выбираем, мы должны ставить вопросы. Вот теперь давайте посмотрим, как это происходит. Что такое чат-бот? Я специально взял ту тему, которая мало кому еще известна практически. Я бы, если бы начал говорить про мудл, про гиперметод, может быть, он кому-то известен, кому-то нет. А вот чат-боты, как я вижу, мало кто применяет. Ну вот тут коллега Широкова, она была моим экспертом, она консультирована, она уже знает. Но посмотрите, как он работает здесь. в чем его интересность, полезность. Давайте-ка посмотрим. Вот запускается это окошко. Посмотрите, как я сразу делаю визуализацию, вставляю улыбающиеся изображения. Как я структурирую путь. Для студента один диалог, своя картинка. для родителей, для работодателя, для слушателя, для любопытного, для участников WorldSkills Russia. У каждого своя проектина, где он получает один чат-бот сможет консультировать, решать задачи для разных ролей. Интересно ли это? Да, я думаю, да. Думаете ли вы так же? Я не знаю. но вот создать такой образ, сейчас он уже сделан более красиво. Смотрите, я ради родителей интересуется, как нам постоль обучение к своему родственнику, подопечных, может быть, мужской, или внук. У каждого свой диалог. Я сейчас эти диалоги не раскрываю, но сама и те, по-моему, прекрасны. Для работодателя пожалуйста, свой диалог. Но можно тоже зайти и посмотреть задать свой вопрос. Вот такой чат-бот. Это было сделано без программирования. Это было сделано мной, я считаю себя гуманитарием, у меня степень по экономике, хотя и диплом инженера тоже есть. Я не прикладывал сюда никаких специальных программистских знаний. Суть в том, что я сумел, как мне кажется, это судить вам, сформулировать критерии оптимальности, и найти вот этот способ, методику поиска оптимальных технологий. В данном случае на примере только чат-бота. Хотя таких технологий может быть сколько угодно. Это инвестирование, это видео, это социальное взаимодействие, что угодно. Таких технологий множество. Вот в данном случае я решил использовать чат-бот, потому что он заменяет человека, он усиливает, он дает ему возможность заняться другой работой, и лучше, чем чат-бот, найти было сложно, в моем случае, консультант, приемные комиссии, на сайте, которые будут заменять людей. Круглые штуки. Это чат-бот. А вот какую платформу, какую технологию нужно было выбрать. Вот в чем вопрос. Не то, что взять чат-бот, а с помощью чего его сделать. И вот вывод, он нравится, он соответствует требованиям, а какие требованиям мы сейчас с вами рассмотрим на нашем занятии. Это было вот такое вам предложение подумать. И согласны ли вы, что в принципе нам это важно? Неважно на примере чат-бот, важно уметь выбирать лучшее. Вы скажете, может быть, некоторые, что, ну и что, ну возьмем, попробуем, окажется не лучшее, другое возьмем, опять не получится, опять возьмем другое, так будем пробовать, пока не найдем, это может тянуться неизвестно сколько. Но времени-то у нас нет на эти эксперименты, нет у нас лишнего времени. Нам нужно сегодня решать наши задачи, Поэтому я думаю, что вот эта методика выбора для нас интересна. Если вы не согласны, хотите поспорить, пожалуйста, напишите свое возражение. и сейчас я думаю, что вы убедились, что да, действительно, мне, Белоножкину что-то удалось как-то найти эту технологию и мне повезло. Я сел, мне повезло и я нашел интересное решение, которое у меня работает. Причем в экономическом плане выгодное решение. давайте теперь я покажу вам как я нашел это решение. Как? Я сейчас вот уже начинаю рассказывать шаги этой методики. Я в группе профи.д.о показываю сейчас на экране есть такая группа в фейсбуке. Если вы видите текст приглашаю всех желающих у себя на экране, сообщите, что вы видите то, что я показываю. Чтобы я знал, что не беседую сам с собой. Спасибо. Итак, вы видите, что я сделал. Когда я почувствовал, много прочитал, что боты могут заменять человека очень эффективно и стал интересоваться и убедился столкнулся с той же проблемой, с которой сталкиваетесь и вы. Что выбрать, какое решение, какую платформу, проводить время в экспериментах, поисках, проб и ошибок. Мне не хотелось. Я искал рациональный путь. Как же найти это лучшее? А то сами знаете, как бывает. Вот это взял, потом думаешь, а может быть это не то. А может быть есть лучший. Пошел другое искать, опять взял, опять ищешь. Научных статей, анализа каких-то нет. Тем более все врут. Все что-то рекламируют, говорят, что они самые лучшие. Естественно, они врут. Рекламщики. Поэтому что я сделал, коллеги? Посмотрите на мою логику и методический подход на самом деле. Я взял в группе профи до создал опрос. Кстати, любой из вас может сделать точно так же. То что я говорю, оно не только мне доступно, но и вам. И говорю, давайте формулировать требования или хотелки, или функционал, который нам нужен. Причем не ограничивая себя ни в чем. Хотелки есть хотелки. И начал их сюда писать с возможностью добавления своих вариантов. И вот пошли предложения коллег его даже аналитика. То есть я же могу ошибаться, а тут общественный разум. Что здесь мы видим? Что и на мобильных устройствах мы хотим, и чтобы они полифункциональные, это же из педагогики, я сейчас объясню, чтобы он мог проконсультировать, это одна педагогическая задача, диагностировать, оценить уровень знаний и дать рекомендацию. Другая задача обучать, видите, полифункциональность требования должны обеспечить рост результативности за счет диалоговых ботов. Какой результативности? Чтобы успеваемость была, чтобы не напрягая преподавателя был больший результат и так далее. я таких вариантов требований или хотелок получилось где-то 20 с лишним вариантом, сейчас не помню. И тут были комментарии, что все нормально, ну один сказал, что а зачем, а чего, ну один в поле не воет. И так это был первый шлаг, шаг. Я не только эти требования хотелки сформулировал для себя, я еще их обсудил с теми, посмотрел, как коллеги реагируют на вот эти требования. Вы скажете, ну подумаешь, ну составил хотелки, а что с ними делать дальше? Какая в этом польза? Хотелки, они и есть хотелки. А дальше было вот что. Я подумал, а что если мне не взять и не составить такую табличку хотелок, причем на английском языке тоже я перевел вот эти требования составить в табличку. Показывал зарубежным коллегам потом, и я скажу, реакция была потрясающая. Я показывал трем разработчикам зарубежных платформ, говорю, вот я вижу вашу платформу так, я ее так оценил на английском языке. Вверху этой таблички, простая примитивная табличка, я размещал вот эти критерии, и их веса. Так, критерии, вот они все тут перечисляются, перечисляются все эти критерии, вы их видите на экране, вот я давал доступ к этой табличке разным экспертам, всем понравилось, все сказали логично, даже наличие русификации, бесплатность, не скажу, что бесплатность это главное, но иногда это тоже интересно, особенно тогда, когда бюджет вообще равен нулю, дизайн, внешность, вот прием платежей, некоторые чат-боты оказывается могут еще и платежи принимать, это не главный критерий, но он есть, и когда я составил эти критерии в табличку, я стал перечислять сами платформы вот здесь, те платформы, метод выбора которых вы упоминали вопросники, я находил платформы какие-то, изучал их, тренировался, и чтобы не забыть, я давал им свои оценки, от нуля до одного, потому что оказывается с одним ботом работаешь, проходит неделя, ты уже его забываешь, что там было, надо записывать, что записывать, как записывать, вот в виде таких шкальных или рейтинговых оценок, я их рейтинговал по вот этим моим критериям, вы сейчас думаете, а причем тут я, мне эти боты не нужны, зачем мне этот метод рассказывать, что мне он дает, коллеги, а вот такой же метод вы можете применить и при выборе любой другой технологии, любого другого решения, когда вы свои хотелки выстроили, собрались сначала, нашли то, что нужно по максимуму, а затем составили табличку, и каждый вариант сами или с помощью внешнего эксперта, который в этом понимаете, которому вы доверяете, который понимает и которому вы доверяете, вы заполняете оценки, экспертные оценки, это не математические статистические исследования на реальных студентах там при затратах бюджетов и доказываниях, нет, не всегда нужно строить математические статистические модели, и каждый ученый знает, что метод экспертных оценок позволяет при выборе соответствующих, конечно, экспертов, при соблюдении определенных требований к экспертизе и к экспертам, да, вот если, допустим, они пошли, кто в лес, кто под рова, у них пропала конкордация, согласованность, значит, или вопросы составлены не так, или эксперты не готовы к этому вопросу, то есть, есть определенные правила, ну, допустим, вы не имеете даже экспертов и бюджетов на оценку, вы можете сами попробовать и вот такую табличку составить, в результате чего, и вот, пожалуй, результат, вот это лучшая или оптимальная технология для решения моей задачи, знач, бот, ми, я не хотел вам говорить про боты, не подумайте, что я рекламирую боты сегодня, я показал вам способ решения или поиска оптимального технологического решения для данной задачи, на примере ботов, без ботов может быть другая какая-то педагогическая задача, но принцип, я надеюсь, вы уже поняли, очень простой, если у вас есть, во-первых, методическая такая вот, понятно, что я изложил, критерии, ранги и сортировка, всего лишь три шага, понимание, что нужен какой-то эксперт или ваше время, чтобы эти варианты вычислить, тогда все будет и вам понятно по вашему, наверное, более интересно, как мне кажется, можно было бы спросить, ну и что дальше, ну взяли вот этот, ну посчитали, что чат-бот лучше, ну поэкспериментировали, где, что делать дальше-то, коллеги, дальше все очень просто, когда у вас есть четкое понимание, уверенность, что этот инструмент, эта технология, этот подход лучший для вашей задачи и для ваших условий, то есть при ваших бюджетах и так далее, лучше, дальше нужно сделать самый главный шаг, изучить, освоить совершенствие, этот инструмент не должен лежать или применяться кое-как, им нужно владеть совершенствами, и вот тогда наступает кульминация, конечно, конечно, Иван Александрович, вы удивительно четко уловили, как можно прошибать эти стены, они прошибаются только в том случае, если руководитель быстро, у него нет времени долго слушать, и легко, вот такие таблицы легко, увидит, что для него главное, он знает, у него есть потолок, у него есть ограничения, у него есть другой босс и прочее, прочее, у него масса требований, разложите, оцените и отретингуйте, и вам будет легче, и вам поверят, естественно, потом, когда он скажет, а где результат, вы сможете сказать, вы изменили задачу, вы не пошли на то, что мы вам предлагали, поэтому изменились условия, а когда дали, да, носить, когда дали, да, да, ну, статистику по результатам проще создать, когда тебе помогли, нежели добиться сделать первый шаг, помогите и сделайте то, что нужно, когда сделают, там уже легче статистика, ты там уже морально отвечаешь за это решение перед начальством, и ты постараешься сделать так, чтобы свой вариант показать во всей красе, я сейчас эту красу вам тоже хочу показать, что получилось у меня с этим же чат-ботом, получилась удивительная вещь, которую я хочу с вами поделиться, прошу опять сейчас выключить звук, он там не нужен, и посмотреть, и оценить, что получилось, дать вашу оценку, решение проблемы, вот я показываю, я не просто создал чат-ботом, я его интегрировал с человеком, когда нужен человек, ну не хочет родитель общаться с ботом, или студент, или кто угодно, мне, вот видите, я везде показываю чат с человеком, бот хорошо, тем более бот и сам признается во вступлении, я не все знаю, он честный, он не говорит, что я знаю все на свете, как только это он скажет, доверие к нему упадет до нуля, он говорит, я кое-что знаю, я постоянно учусь, но если не хватает моих знаний, вы соединитесь с человеком, вот везде я добавил эту опцию, чат с человеком, если видите сейчас на экранчике, надеюсь, вы выключили музыку, и слышите меня тоже, как же работает чат с человеком, вот мне нужен Юрий Николаевич, не хочу я чат-бота, не выходя отсюда, вот он говорит, отлично, а теперь введите свое сообщение, и он вам ответит, то есть, вот он пишет, человек сайта, посетитель сайта, пишет, какой-то вопрос мне, например, как пройти регистрацию, но он не понимает, как пройти регистрацию на сайте, это нормальный вопрос, это нам кажется, что у нас все легко и понятно, а пользователю может и не такого и не казаться, и вот я показываю, что как только человек, посетитель сайта, написал вопрос, который касается меня, оператор, я открываю свою панель, если, конечно, я укрепил в данный момент, я ему отвечаю и видите, вот с левой стороны выскочило уже мое сообщение, я сейчас в Сочи, он сидит в Хабаровске, например, и он получает уже сообщение не от бота, а от человека, вот она интеграция, вы скажете, ну хорошо, молодец, подумаешь, ну научился, ну что подобное, если бы я не был бы уверен, что вот эта платформа, она сделана голландом, а фирма находится в Украине, не ваша, а русский тоже, есть, и она бесплатная, то и другие критерии, о которых я говорил, я когда понял, что это лучшая платформа, я подумал, они изучат досконально, я не буду тратить время на эксперименты, на чтение каких-то исследований, которых на самом деле нет, нет ли исследования про эффективную субботу, я просто взял и сказал себе, вперед, изучай эту технологию так, чтобы от зубов отскакивать, я это сделал, и когда я стал именно так относиться к этому выбору с уважением, я вдруг увидел новые грани, которых даже не знал, что оказывается, в чат-бот можно интегрировать живого человека, дорогие друзья, вот уже настали вопросы, спасибо, Иван Александрович, это, это я сейчас скажу, я снова возвращаюсь к показу экрана, видите мой экран, вот, эту табличку вы, кстати, ко всем моим ссылочкам и файлам имеете возможность скачать, открыть, на первом месте вот это по рейтингу с хорошим превышением рейтинга по сравнению с другими решениями платформа SnatchBot.me вот она, SnatchBot.me давайте, если надо, я ее напишу, ставлю в наш чат, SnatchBot, да, спасибо, Алексей Александрович, еще один эксперт, я рад, что у нас здесь реально присутствуют реальные эксперты, которых знаю не один год, спасибо, что вы участвуете, вот здесь вы можете авторизоваться, английский язык, наверное, вам по зубам, там, для эксплуатации там ничего сложного такого нет, но я иногда включаю, хоть и переводчик сам английского языка, но часто включаю автоперевод, вот это, тут видите, и статистика есть какая-то, сейчас не буду, и вот переписка последняя, а вот мои боты, сколько я там сделал ботов, и по продаже пиццы, на самом деле, я его не делал, у них в этой подставке, по-моему, около 50 готовых шаблонов, в том числе и по обучению математики, там еще какие-то, они все сделаны на английском, но я их переводил, вот, метика, погоду, какая погода в Сочи, он скажет, а через три дня, он скажет, говорит, бот, я вот сколько ботов создал сам, они все реально работающие, и вот для профи, до, там, мнение собирает, он же еще может выступать в роли продажника, предлагать какие-то скидки, на каких-то страницах что-то особое предлагать, запоминать имя, ты зашел в следующий раз, а он помнит тебя, и не переспрашивает, у него переменные вот эти, которые там позволяют, он работает с электронной почтой, с телефонными номерами, вести базу клиентов, если вы занимаетесь продажами, приемной комиссии может запоминать, вам подсказывать, колоссальные возможности, да, вот сколько я сделал таких ботов, это сделал что-то я сам, что-то, вот, даже тут ртом шевелит, я сейчас не буду об этом говорить подробно, но вот ответ на вопрос, пожалуйста, значбот я с нулевым программированием освоил, где можно скачать таблицу, пожалуйста, коллеги, так, я сейчас доступ, да, доступ есть, копирую ссылочку, только для вас, мое ноу-хау, коллеги, если вам не нравится значбот, и вы хотите быстро посмотреть, что еще есть, например, вот эти индусы, гапшап и о, ну, там другие возможности, там очень интересный дизайн, там можно анимированную подложечку под чадо-бот вставлять, я сейчас не хочу отвлекаться, я думаю, нам надо идти дальше, еще у нас время есть для интересных вещей, вот, пожалуйста, можете посмотреть и написать свои отзывы, вот, я вижу, тут уже появилось пять человек, дельфин, лемур, вомбат, бегимот, это, это вы сейчас смотрите, я вижу, что вы под анонимными именами участниками смотрите, так, какие еще вопросы есть, вопросов нет, коллеги, но хорошо бы, если кто-то из вас со мной поспорил, а вдруг я что-то не то говорю, может быть, это антинаучно, может быть, это неправильно, методически неверно, попробуйте, скажите, мы все будем благодарны, особенно я, а сейчас я хочу вам еще кое-что показать, показ выбора оптимальной технологии на примере, я вот в рекламе писал, на примере Кимов, контрольных измерительных материалов, в онлайн обучении, как мы всех прекрасно знаем, просто показать ролик, провести вебинар, это ничего еще не значит, это только лишь часть, нужно всегда контролировать, управлять усвоением, и одним из таких замечательных методов являются тесты, но трудоемкость этих тестов, вот кто знает, работал, знает, что это трудоемко, надо составить в Верде сами вопросики, приложить их к рабочей программе дисциплине, потом каждый вопросик отдельно, вести название, варианты ответов, веса, правильно, неправильно, вести все это в Moodle, каждый раз все перезагружается, где-то ошибся, что-то не вел, он пишет ошибку, и это колоссальная трудоемкость для тех, кто понимает, что такое, и когда я еще два года назад в нашей группе Профидо разместил ссылку, что пожалуйста, коллеги, шаблон есть, даже публикацию на конференции выступил в Петрозаводске именно по этому шаблону, который многократно сокращает трудоемкость педагога, без обращения к Moodle, ведь педагоги, я, вот моя позиция и мои требования вот с точки зрения руководителя образовательной организации, требования к технологии, какие, не мешать преподавателю, избавить преподавателя от несвойственной ему работы, онлайн технологии хорошо, но пока его научишь, как это вводить, а многие ведь учат, пока он найдет свободное время, уже все ушло, у него занятия, ему надо писать отчеты, быть на субботнике, еще что-то проводить, на конференции выступать, публикации, он не успевает ничего этого, а тут еще ему это тесты, вот требования руководителя, на мой взгляд, правильные, и чтобы сделать эффективное обучение, таково, преподаватель пусть занимается своей работой, вот надо ему тесты, делайте тесты, где, в жорде, а вот остальное должна сделать машина, сейчас я вам покажу, как это оптимально, я, мы за сегодня всем отделом написали 35 гифтов, о, всем, всем отделом, но я знаю, что такое гифт, это старая версия Moodle 1.9, где графика, кстати, вставляется, а вот в третьей версии, уже вы на два шага отстали, на две головы, то нужна же и графика, чтобы была, и формулы, чтобы были, и в названии вопросов, и в вариантах ответов, и даже в комментариях, в примечаниях, вот он ответил неправильно, там тоже может картинка появиться, в том числе и анимирована, как это сделать, я сейчас хочу вам показать, скорме, я не знаю, не уверен, что все остальные понимают, что такое скорм, я вас умоляю, вот эта технология, когда-то была хороша и единственная, но скорм, это неэффективно, грубо говоря, неэффективно, я рад, что Иван Александр здесь участвует, айспринг, вот, айспринг, так его же купить еще надо этот айспринг, и стоит он, по-моему, тысяч 40, да, еще потом раздать преподавателям, а вас, или кому там вы раздаете, меньше, да, ну, я не помню, а тут верт, обычный, простой, верт, который есть у каждого, даже старый верт, все, не надо ему скачивать, покупать лицензию, он делает в айспринге, я хочу показать вам это решение, так, вот, я назвал этот ролик, посмотрите, пожалуйста, и оцените его вариант, здесь, звук выключать не надо, и так, кульминация, поиска эффективной технологии, решение задачи, массового импорта, тестовых заданий, верт, силами, простого преподавателя, без специальной подготовки, без специальной, без знания, муду, вообще, муду, можете не знать, как это создать, показываю, двойной удар, чему двойной, сейчас узнаете, первое, как подготовить, и как вести, вот двойной удар, шаблон, здравствуйте, коллега, я показываю вам, шаблон для импорта, тестовых заданий, которые я предлагаю, в надежде, что вы знаете, что такое тестирование, вы проходили курсы, повышения квалификации, у вас руководители, такие, которые объяснили вам смысл этих тестовых заданий, сколько их нужно писать, и так далее, это мы сейчас не рассматриваем, вот это для вас инструкция, те, кто захочет, вот этот ролик у вас, можно скачать в вебинаре, это инструкция, и так далее, это мы сейчас не рассматриваем, рассматриваем только одну единственную заданию, как вам эти тестовые задания, быстро импортировать в систему тестирования, и так, что здесь мы видим, что тут предлагается, создать копию этого файла, математика, физика, экономика, что угодно, все, теперь у вас есть копия, и вы можете спокойно с этой копией работать, потом эта копия будет использоваться для импорта, тут перечислено несколько типов тестовых заданий, например, как эссе, соответствие, и еще ряд других, рассмотрим каждый из них, если вы хотите, чтобы у вас было эссе в вашем тесте, и вы знаете, что это такое, вы так и пишите свой вариант, не будем сейчас сдаваться в подробности, балл по умолчанию здесь выставлен, шаблон ответа отзыва выставлен, все хорошо, вы выставляете за это задание оценку вручную, такое тестовое задание, но с ручной оценкой, если вам это задание не надо, вы его удаляете, идем дальше, пока оставим, вопрос на соответствие, варианты можно добавлять, вот здесь вот обратите внимание, что не надо ничего здесь ломать в этой таблице, оставляйте, только пишите нужные сведения в ячейку, вопрос на соответствие, например, укажите, пример, двоеточек, давайте попробуем заполнить, вот такое вот определение, и это называется, вот, такой вот вариант ответа, например, вот такое, можно вставлять копипастом, вот мы видим три варианта, если у вас больше, тогда можете добавить строчки, и добавлять столько определений, сколько вы хотите, чтобы запутать своих студентов, можете написать одно фальшивое определение, неверное, соответственно, все эти определения будут перемешаны, вот и все, балл по умолчанию есть, отзывы сохраняются, можете написать здесь свои более оригинальные, если желаете, можете размещать и графику, например, вот такую, вот, браво, похвалить, я использую программку, для захвата фрагмента изображения, копирую, и копипасту вставляю, только уменьшаю чуть поменьше, его вот так, будет перескакивать, не пугайтесь, вот такое вот, графическое изображение, комментария, правильный ответ, соответственно, вы можете и, нет, это неправильно, это общее, а за правильный, нужно вот сюда, вот, для правильного ответа, вот сюда, давайте за неправильный, ставим тоже какое-то изображение, ну, допустим, какую-то грусть, ответ неправильный, вот прям взять и копипасту скопировать и вставить, ваш ответ неправильный, ну, еще бы, тут можно написать, ваш ответ, к сожалению, то есть добавить эмоциональности в тесте, к сожалению, неправильно, будет такая картинка, ну, вот такой, допустим, замысел, идем дальше, выбор нескольких правильных вариантов, очередное тестовое задание, очень часто применяется, давайте придумаем какое-нибудь тестовое задание, но с графикой, вот такое примитивное задание, как выглядит Александр Пушкин, и здесь, мы можем ставить не тексты, а изображения, это удивительно, это будет работать, оно все вставится, отзывы можно оставить, поскольку мы берем несколько правильных, у нас будет несколько правильных, по умолчанию два варианта всего стоит, 50 и 50, если у вас их будет больше, например, 4, тогда будет за каждый по 25, оставим пока 25, и по 50, и поищем изображение Пушкина, чтобы вставить его, чтобы вставить его, картинки, и начинаем вставлять, вот это правильно, можно сделать поменьше, еще одно изображение, вот два правильных варианта, и давайте вставим еще два неверных, отзывы стоят, вы видите какие, можете написать свои отзывы, на каждый верный и неверный вариант ответа, балл по умолчанию, понятно, отзыв понятно, то тоже можно вставлять графику, и тоже можно вставлять какие-то эмоции, вот такой, на какие-то картинки, это все примеры, вопрос, а если таких вариантов будет несколько, в этом случае, коллеги, поступайте очень просто, вы копируете этот, эту табличку полностью, вот я ее скопировал, посмотрите, как это получилось, не ломайте саму табличку, вот я ее скопировал, отсюда до сюда, захвачено все вот это, копирую, Ctrl-C, и вставляю в любом месте, потому что все равно потом перемешается, Ctrl-V, вот я вставил второе задание, вот оно первое, вот второе, сколько надо вы вставляете, только не забывайте потом редактировать, отменяю вставку, таких заданий может быть, сколько угодно много в вашем документе, в вашем верне, следующее задание, очень похоже, называется выбор одного правильного ответа, в нем балл стоит 100 баллов, и последний тип задания, верно-неверно, ну, это уже мы не будем смотреть, все уже понятно, и верно-неверно, только там, где верно, нужно поставить 100 баллов, а где неверно, 0, все коллеги, осталось вам скопировать, вот эти задания, столько раз, сколько надо, отредактировать, и все, этот файл готов для импорта, и вот мы смотрим результат, начать тестирование, и появляется эссе, следующая страница, вот укажите точное определение, обратим внимание, что здесь формат не совпал, поэтому, когда вы будете вводить, форматируйте все однообразно, и вот вариант, геометрическое изображение, я сейчас специально действую неправильно, но мы видим, что все работает, следующая страница, выберите один, вот эти варианты изображения, тут есть, специально здесь делаю ошибку, так, верный вариант, мы видим, работает тоже, и ответ, напишем, с маленькой буквы, специально, тоже здесь делаем ошибку, закончить попытку, и смотрим результат, все работает, все работает, там где мы ставили комментарии, он их вставляет, там где мы вставляли изображение, он показывает изображение, ваш ответ верный, то есть мы получили полностью результат, благодаря вот этому шаблону, и в заключении хочу вам пожелать, вот этот шаблон, не меняя, просто один к одному, вы сохраняете в составе рабочей программы дисциплины, это экономия вашего времени, вы решаете две задачи одновременно, и формируете кемы ваших РПД, и обеспечиваете моментальный ввод тестовых заданий, в системе тестирования, спасибо за ваше внимание, спасибо за ваше внимание, не показал, не показал, там было, выбираешь файлик, и он загружает, как из верды попадает в Moodle, так, загрузка простая, но не знаю, то ли вам показать еще раз, то ли вживую, вот такой допустим, посмотрите в записи, где-то я об этом говорю, так, так, посмотрите в записи, там это есть, теперь скажите, пожалуйста, вот те из вас, коллеги, вот Иван Александрович, Алексей Александрович, другие коллеги, которые знают хорошо Moodle, вы как эксперты, вы согласны с тем, что такая экономия, действительно появляется, или это, мне так кажется, эта функция в любой версии Moodle, и в двойке она есть, 2.9 есть, от 2.9 до 3.5, спасибо за вопрос, Елена Юрьевна, то есть, нормально, я думаю, у вас уже стоит третье, экономит определенно, определенно, то есть, те эксперты, которые давно работают, они почувствовали, что преподавателю этого достаточно, остальное сделает отдел, специалист, который это сделает, хотя вот здесь присутствует уже еще один эксперт, я считаю, Ирина Владимировна, с РКТМ, когда ей показал ролик, как в общих чертах это делается, не обязательно, она и файл сделала, сама подготовила, и, не зная, что ей, с нее это ни то не требует, она сама взяла, и разместила, сделала импорт, вверх, то есть, человеку, как мне показалось, я так чувствую, интересно проверить, я вложил в свое время, получится или нет, и у нее получилось, она не информат, она не программист, и она взяла и сделала, вот, коллеги, пожалуйста, вот уже тут и семинары, вебинары очередные, а, сертификат за сегодняшний вебинар, а теперь я хотел бы спросить, ваше мнение, как экспертов, согласны ли вы с полезностью, того методического подхода, который я вам сегодня представил, я вижу, подошел, уважаемый, Валерий Антонович, из Белоруссии, и особенно Сергей Львович, который попросил быть моим оппонентом, Сергей Львович, вы эксперт, автор многих монографий, в онлайн обучении, вы известный ученый, в любом месте, по онлайн обучению, контрол В, вот я ставил второе задание, дам микрофон, вот оно, первое, вот второе, и вы скажите, сколько надо вы вставляете, только не забывайте, вы поддерживаете, вы согласны, или это все, таких заданий может быть, сколь угодно, много важных документов, для того, чтобы ответить, на вопрос, как решить проблему, выбор оптимальной технологии, когда средства ограничены, и последний тип задания, верно-неверно, это уже мы не будем смотреть, все уже понятно, неверно-неверно, только там, где верно, нужно поставить, что баллоны, здесь, вот, Иван Александрович, очень четко, заметил главную проблему, осталось вам скопировать, вот эти задания, столько раз, сколько надо, контактировать, сопромат, все этот файл готов, и так далее, импортам, копипастам, преподаватель может, и вот мы смотрим результат, и каждую картинку, отдельно, файл, загрузить, размеры выставить, все это, многократные затраты, вот укажите точное определение, коллеги, обратим внимание, что здесь, файл, я хочу сказать следующее, все, кому надо, я вышлю, одна почта, обращайтесь к мне, я персонально вышлю, я не хочу выкладывать общий доступ, я уже давал общий доступ, два года назад, но мы видим, что когда дается просто так, да еще и бесплатно, значит это плохое, я не договорил, не услышал, самый главный вопрос, что еще надо, коллеги, те, кто работает в Moodle, есть плотинку, для этого импорта, вот я сейчас дал ссылочку, но если вы попытаетесь взять, их шаблон, англоязычный, дело не то, что мой русскоязычный, а тот нет, и ответ, те шаблоны, когда вы начнете импортировать, у вас будут высказывать ошибки, при импорте, 100%, вот я сейчас дал ссылочку, тоже здесь делаем ошибку, скачайте их шаблон, оригинальный, у вас не будет работы, и смотрим результат, вот мой шаблон, пожалуйста, имейте ввиду, вот я уже проверил, здесь сидит коллега, которая сама это проверила, она испытала, вот и там, где мы ставили комментарии, он их ставляет, там, где мы ставили изображение, он показывает изображение, ваш ответ верный, то есть, мы получили полностью результат, благодаря, если сегодня день педагога, то что наступающий праздник, я пока знаю, не меняясь, просто один к одному, вы сохраняете, в составе рабочей программы, дисциплины, это экономия, уже в фейсбуке мне, вы решаете две задачи одновременно, и формируете ким и вашей РПД, и обеспечиваете моментальный ввод тестовых заданий, решением проблемы, выбор оптимальной технологии. Спасибо за ваше внимание. А, Сергей Львович отходил, ну, все равно, спасибо, что приходили, я надеюсь, что этот вебинар был вам полезен, я очень ждал вашего мне, то, что мне хорошо, это как бы одно, а когда я увидел, что и вам это подходит, то моя задача, я считаю, выполнена полностью. Если вопросов нет, если мы уложились, а мы уложились вовремя, обещали час, то вот я всем, кто написал, я всем вышлю по почте. Если у вас не будет работать, наверное, я создам закрытую, группу в Фейсбуке для сторонников применения этого шаблона. Я думаю так, чтобы, нет возражений, если я сделаю именно вот так. В закрытой группе Фейсбука специальную группу, вот именно, те, кто хочет применять шаблон импорта в Moodle из Word. спасибо. Павел Юрьевич, наверное, я, наверное, закончил, вопросов нет, я свою миссию выполнил, так, и хочу спросить, спросить, а, еще секундочку, у меня вопрос к Ирине Владимировне, вы здесь, скажите, пожалуйста, что вы реальное лицо, которое этот шаблон применяет, а не я это придумал из головы, я не вас, да, вы здесь, вижу, Ирина Владимировна, отзовите, скажите, что действительно вы его применяли. Пока она отвечает, Иван Александрович, ну, давайте сделаем открытую, ну, нет, в каждой шутке есть доля логики, почему я хочу сделать закрытую, потому что я уже открытая, когда даешь открытую, оно не ценится почему-то, если попросишь деньги, скажут, ну, вот он наживается, в открытой будет, вот, холивар, может, вот это, наверное, правда, когда начинаешь делать, идти с инициативой хорошие, вдруг начинается, а в гиперметоде лучше, там, или, а можно вообще без этого, в телеграме еще лучше, вот это называется холивар, спасибо, Иван Александрович, ну, что, раз вопросов нет, Павел Юрьевич, я закончил. Разрешите завершить наш вебинар, поблагодарить Юрия Николаевича за содержательное выступление, за то, что в чате у нас сегодня было достаточно много реплик и вопросов, хочу поблагодарить нашу аудиторию, приходите на наши новые вебинары, в Директ Академии, будет интересно, напоминаю, что у нас каждый день Директ Академии, каждый рабочий день Директ Академии проводятся вебинары, если кто-то хочет посмотреть, если кто-то хочет посмотреть, какие еще вебинары у Юрия Николаевича предстоят в текущем году, можно зайти вот на эту страницу, одну минуту, я сейчас приведу ее в чате нашем, это страница треков нашей Директ Академии, так, куда у нас ушел чат, вот он, и среди треков вы найдете треки Юрия Николаевича, и сможете записаться на те вебинары, которые нам предстоят, ну что ж, а я с вами прощаюсь, разрешите пожелать вам приятных выходных, хороших, ну а на новой рабочей неделе с новыми силами добро пожаловать на наши вебинары, всего хорошего, до свидания коллеги, до свидания Юрий, жду вас на будущей неделе, до свидания. До свидания.